Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Сурату Лукман, два аята из этой суры, шестнадцатый и семнадцатый. . Отношения отцов и детей . В богословской литературе, в кораническом тексте, в хадисах – это обращение . Папочка. . Сыночек. . Поистине даже мелочь. . Самое маленькое зернышко. Если оно затеряется где-то в сахрах, где-то в скалах, где-то в небесах или где-то на земле. . Аллаху Тааля, Аллах, Бог Господь, непременно ее приведет. . Ну, в том смысле, что до мелочей. И даже она малая, там, здесь затерявшаяся, она все равно известна Всевышнего. . . Всевышний он латыф. Латыф – добр. . Нет, ну, будет. Дай Бог, иншаллах. . И вот этот процесс передачи детям ценностей. Ценности не только религиозные. В смысле, вот там у ребенок будет хафизом. Я считаю, что вы себя разгружаете тем самым. Во-первых, что такое быть хафизом, спросите у тех, кто хафизы. Это очень непросто. Это не два года на это. Это потом постоянное повторение. Но вы себя разгружаете тем, что отдав кому-то, чтобы он стал хафизом, ежедневная ваша работа с намазом, спортом, с домашками. Вот это ваша работа, вы как бы разгрузитесь. Но он же хафизом, я его в мадресе записал. Поэтому даже в свое время была в Турции такая статистика, уж не знаю, насколько она верна. Ну, а турков слышал, что дети, которые в специализированных именно Коран курса. На коранических курсах обучались, а там жестко. Попробуйте 600 страниц выучить. И ребенка заставить, чтобы он выучил. Поэтому там, в том числе, и наказывают. И почему-то потом среди тех, кто совершает тяжелые преступления, оказывались именно дети, выходцы из этих курсов. Ислам – это не просто выучить Коран. Ислам – это личность. Счастливая и в земном, и в вечном, и многогранная. И вот, милостью Всевышнего, те, у кого постарше, мне уже приятно, что старше уже как-то в этом процессе самостоятельно. Сейчас у меня такой целый процесс с девятилетним. Все это умеет, да. Но вот так вот постепенно, постепенно, чтобы закрепилось, и потом уже без меня дальше двигалось – это большая работа родителей. И он здесь говорит – сыночек, выстаивай молитву. И вот это как раз во все времена была молитва. Во все времена. Это вот здесь описываются не времена пророка Мухаммада, но всегда. Все пророки, посланники Божьи. Всегда была молитва. Это важная составляющая религиозной практики. Она могла быть разной. У мусульман это пять обязательных молитв. В первую очередь, да. Но и сунны, и тазбихат. И вот . Сыночек, выстави молитву. . Побуждай к хорошему. В первую очередь себя, безусловно. . Отстраняй, удаляй, в первую очередь, себя от плохого. . Это, наверное, тоже одно из очень сложных, что важно передать детям. . Прояви терпение к тому, что постигло тебя. Прояви терпение к тому, что постигло тебя. . То есть натренировать душу, дух, интеллект, да. Те же самые подсознательные 95%. То есть сразу автоматически относиться к самым разным ситуациям жизненным, как божественной милости. Проявить терпение здесь, в словах, здесь, в делах. Проявить терпение. . Проявить терпение к тому, что тебя постигло. . . Это, на самом деле, очень серьезно, очень сложно. . . Требует это не просто . Это . . Это вот такая сила духа. . . . . . Легко, положительно, мудро относиться к происходящему с тобой. Это то, что в самом начале вааза я вам сказал. Те, кто . . Кто не почувствовал, тот не знает. Но просто так иногда попробуйте, если кто-то вам плюнет в лицо и назовет вас каким-то очень низким словом, попробуйте проявить терпение. Тогда поймете. Тем более, если вы физически крепки. . И вот тогда сами себе скажите, слабо проявить терпение. . Тем более, когда ты в душе ко всему этому проявляешь терпение. Это очень сильная должна внутренняя вознамеренность. . И вот здесь, почему именно это? Я собрался другой аят цитировать сегодня. А когда искал некоторые аяты, заметил, как раз, пометку свою. Здесь в комментариях к этому аяту идет прекрасный хадис. Из свода хадис имамы Муслима. . Мухаммад сказал . Человек верующего, мужчина будь то или женщина, касательно его самого, касательно детей, касательно его материального достатка, будут постоянно происходить какие-то трудности, какие-то сложности. Я думаю, что если мы с вами уже натренировываемся аятами и хадисами, мы даже уже их не воспринимаем трудности. Но здесь в любом случае особо. То есть ту или иную трудность, если внешне посмотрят, проблемы, сложности. А так мы уже натренированы относиться к этому легко и положительно. Так вот, когда верующий человек, мужчину или женщину, постигает те или иные трудности, касательно них самих, детей, материального достатка. . И вот . Это будет продолжаться до тех пор при правильном их отношении к этим трудностям. . Пока не предстанут они пред Богом, и на них не будет ни одного греха. То есть со всеми этими сложностями, трудностями, самыми разными неприятностями уйдут все их прегрешения, останутся в земном. Эти люди напрямую с Божественной милости будут заходить в райскую обитель. Даже не почувствовав, увидев, да, в Коране говорится увидит, но не почувствовав ужаса ада. Так что жизнь прекрасна, в том числе своими трудностями, при правильном нашим к ним отношении. Но это требует . Азм мощный. Такой волевой в изнамеренности. Азм мощный. Азм мощный. Азм мощный. Азм у него пламячий. Азм мощный.